Магдэвид заработал 71-е результативное действие в сезоне. Он набирает очки 17 матчей к ряду. В эти минуты в Сиэтле, США, на стадионе Климат Плитш-Арена, проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккей-лиги, в котором, Сиэтл Кракен, принимает, Идмантон Айлёрс. Историческое достижение Малкина, он обошел легендарного Федорова по очкам в НХЛ. Правда, Питтсбург, все равно проиграл. Пожар в Виндзорском замке, развод королевских детей и камелагии, реальные события в пятом сезоне, Короны. Пятый сезон неспросто стал одним из самых ожидаемых среди всех предыдущих в Короне. Создатели не делали секрета из того, что новых 10 эпизодов проекта в основном будут посвящены окончательному краху брака Читы Уэльских. Однако в тот же самый временной проме. Газдеп обеспокоен партнерством Китая-СРФ. Переговоры Путина и Цзымпина вызвали обеспокоенность в США, где считают, что поведение Пекина показывает, что он по-прежнему инвестирует в тесные связи с Россией. Клуб «Ан Насар» подписал контракт с Роналду. Ранее о том, что Криштиану Роналду стал игроком клуба, сообщил телеканал Айл Арабия. В ноябре, Манчестер Юнайтед, расторг контракт с футболистом после интервью, где Роналду рассказал о предательстве клуба. Продажи Джеффорес RTX 4070T в России начнутся 6 января. Анонс видеокарты Джеффорес RTX 4070T ожидается в рамках мероприятия NVIDIA, которое назначено на 3 января, в преддверии выставки СС-2023. Цена побега, 9-летний сын Галкина и Пугачевой вынужден заниматься тяжелой работой. Совсем скоро исполнится год с момента отъезда звездного семейства из России. Покинуть родную страну певицы и ее двум малолетним отпрыском пришлось из-за антироссийских заявлений неугомонного комика. Россияне ведут наступление на двух направлениях. Они также пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. В Москве вход на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь. Запрет для жителей и гостей столицы действует с 18.31 декабря до 7.01. Исполком РФС обратится в УЕФА с целью создания рабочей группы по возвращению в официальные турниры «Дюков». Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков рассказал, что организация обратится в УЕФА с целью создания рабочей группы по возвращению клубов и сборных команд в официальные турниры. Огромный кроссовер Audi Q6 добрался до России. Минувшим летом Audi выпустила на рынок свой самый большой кроссовер Q6, который превзошел по габаритам Q7. Модель, разработанная китайским подразделением Audi специально для местного рынка, появилась в продаже по цене от 500 тысяч юаней, около 5 миллионов. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!